Реальность и миф 14 апреля исполнится 150 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина. Всего 5 лет, с 1906 по 1911 Столыпин был премьер-министром Российской империи. Но британский посланник в России, сэр Артур Николсон, называл его самой замечательной фигурой в Европе. А германский император Вильгельм II после знакомства со Столыпиным сказал, был бы у меня такой министр, на какую высоту мы подняли бы Германию. Сам Столыпин провозглашал своими принципами неуклонную приверженность русским историческим корням, страстное желание обновить, просветить и возвеличить Родину. Преданность не на жизнь, а на смерть царю, олицетворявшему Россию. Будучи монархистом и государственником, Столыпин при этом выступал из-за радикальной реформы вполне либерального толка. Свободу вероисповедания, гражданское равноправие. Был горячим сторонником развития местного самоуправления и частной собственности. Но чтобы модернизировать Россию и решить аграрный вопрос, требовалось, по его словам, 20 мирных лет, которых история ему не отпустила. Во многом виновата правительственная бюрократия, но главным препятствием на пути к этой мирной жизни, которую он сокрушал жестко и бескомпромиссно, были революционеры и террористы. Именно про них Столыпин, переживший 10 покушений на себя и свою семью, сказал знаменитую фразу «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». По приговорам, введенных при Столыпине военно-полевых судов, было казнено несколько тысяч человек, некоторые по ошибке. На каторгу было отправлено 26 тысяч политических преступников. Столыпинскими вагонами для перевозки арестантов пользовались и во времена ГУЛАГа. Столыпинским галстуком называли «петлю». Сегодня Столыпин оказался в центре несовместимых друг с другом новых политических мифов. Почему его фигура выведена за рамки политических разногласий и что на самом деле символизирует? Об этом размышляют гости в студии программы «Тем временем». С удовольствием представляемых сегодняшних собеседников. Евгений Григорьевич Ясин, экономист, научный руководитель высшей школы экономики. Альфред Ремольдович Кох, бизнесмен и публицист. Александр Владимирович Журавский, директор департамента межнациональных отношений Минрегион развития России и публицист и историк. Александр Анатольевич Фомин, писатель экспертного совета по гранным вопросам Госдумы и председатель жюри премии Столыпина. Михаил Абрамович Давыдов, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, автор книги о Столыпине. Ирина Владимировна Карацуба, историк. Юбилей Столыпина и такое ощущение, что на этой фигуре сходятся все левые, правые, сторонники реформ, противники реформ, государственники, либералы, антигосударственники, кто угодно. В чем причина? И это связано с самим Столыпиным или с ожиданием чего-то такого для современной России, чего в современности мы найти не можем? Михаил, вы как автор книжки о Столыпине ответил. Ну, на мой взгляд, я, честно говоря, в научном сообществе не вижу такого консенсуса. Там продолжается по-прежнему острая борьба, потому что Столыпинская аграрная реформа – это самое политизированное, возможно, событие имперской истории России. И, в сущности, вот за вопрос спора Столыпинской реформы – это спор о том, нужна русская деревня частная собственность или не нужна. А в более широком контексте – это вопрос о том, оставаться ли Россией самодержавным государством в любой модификации, хоть под названием СССР. Или же Россия должна идти по пути, нацеленном на гражданское общество, права человека, на частную собственность, естественно. Чему, кстати, в то время, конечно, не противоречило сохранению монархии. Но сходятся проекции ожиданий на Столыпине здесь и сейчас, а не тогда. В чем все-таки причина? В том, что не решены проблемы, которые он пытался решить. То есть Россия должна была стать правовым государством в полном смысле слова. Вот не в том, ведь ты очень любил издеваться над уропатриотической прессой, говорил, как мы любим кричать, какая у нас большая страна и как нас много. А Россия должна была стать великой Россией по смыслу, по сути, естественно силы вещей. И сегодня все об этом мечтают, поэтому любят Столыпина. Да, вы знаете, думать и мечтать – это слова, это слова, дела. Потому что то, что делал Столыпин, было глубоко, на мой взгляд, позитивно. Мне кажется, что сходятся все в той проекции, что каждый любит Столыпина за свое. Это связано с тем, что Столыпин – это в традиционном смысле консерватор. То есть человек, который разделяет традиционные ценности и либеральные инструменты в экономике. Нынешние наши правые, которые в действительности являются левыми, любят либеральные реформы и реформаторскую проекцию деятельности. Столыпина. А традиционалисты, консерваторы, или отчасти даже и левый фланг политического спектра сегодняшней России, любят его традиционную позицию, его православие, его видение великой развивающейся страны. То есть одним нравятся Столыпинские галстуки, а другим Столыпинские реформы? Нет, насчет галстуков сомневаюсь. Это, так сказать, отвратительный, подлый, пошлый миф. Вот я, может быть, из слушателей не знаю. Это подлая острота кадета Родичева, который страдал недержанием речи и не отвечал за свои слова, как принято говорить сейчас. Столыпин вызвал его на дуэль. Он отказался стреляться. После взрыва на Аптекарском острове, когда, я напомню, был взорван особняк Столыпина, погибло 27 человек и 32 человека были ранены, в том числе искалеченные сын и дочь Петра Аркадьевича. Николай II ввел военно-полевые суды, которые приговорили к смерти 1102 человека. 1102 человека, из которых казнены были порядка 680. 683. 683, вот это... Но это только за один год. Потом цифры были больше, чем 1010 года. После чего? Это перешло в ведение военно-окруженных судов, которые уже судили с соблюдением церемоний. Хочу напомнить, что в это время шел красный террор, ежедневный. Понимаете, то есть стрельба в... Не красный, наверное, церемоний. Значит, в городовых было просто развлечение. Понимаете, террористы, революционеры соревновались, кто из них круче. Спасибо, мы к вопросу о террористах вернемся. Можно я тут закончу? Ирина, сколько нужно, чтобы вы падаете с консенсуса, потому что у вас чуть попозже. Каждая жизнь дорога, но все-таки надо, и даже здесь сравнение, 683 за все время действий военных полевых судов, и 9 тысяч погибли от террористов. Если кто-то из наших зрителей поддерживает террористов, ну вот приведите параллель на наше, в сегодняшнее время. И второй момент... Я что хотел про Столыпинский вагон спросить? Они-то были... Столыпинский вагон я могу сказать, потому что мои предки приехали... Именно в Столыпинском вагоне приехали в Сибирь. Что такое Столыпинский вагон? Это теплушка, в которой скот, карп ехали, и сама семья вся ехала. Все это бесплатно предоставляли. Простите с губернии, с Украины. Это переселенцы. Да, это потом уже большевики начали под зэков, извините, использовать. Хорошо, мы вернемся к этому разговору. День Григорьевич. Ну, я, во-первых, хочу сказать, что разговор об ненадушной оценке деятельности Столыпина, он не совсем справедлив. Каспаров, как-то выступая, сказал, что вот Ясин не понимает, кто такой Столыпин. Хвалят его, хотя этот человек разогнал две Государственные Думы, и он там еще что-то наделал и, так сказать, способствовал крушению российского парламентаризма. Ну, близко к тексту. Но я должен сказать, что я не за это, так сказать, уважаю Ценю Столыпину. Для меня принципиально важно не только то, что ты сделал. Действительно, он успел не так много, я думаю, что справедлива была бы оценка, что его реформа была осуществлена, реформа, я имею в виду аграрная реформа, была осуществлена примерно на треть. А вот правовая реформа, как бы превращение России в правовое государство, она была в гораздо худшем положении. Во-вторых, она во вторую очередь разрабатывалась. Я ценю Столыпина за глубину мышления, за то, как он видел российскую действительность, какие он выводы из этого дела. И в конце концов, как он представлял себе путь движения России в будущем. Он пришел к выводу, что провести через царя и его окружение предложение о реквизиции помещих земель, это совершенно невозможно. Нужно проявить изворотливость. Но он предлагал путь, который был не столь популярен, скажем, в эсеровских кругах, но он был достаточно действенный. Он говорил, ребята, вот смотрите, давайте сделаем так, чтобы те люди, которые справные хозяева, получили землю. Те, которые не могут работать, ну как они хотят, все равно их судьба решится, они уйдут в города. Может быть, он этого не говорил, но примерно так это выглядело. И вот ясность мысли, плюс к этому движение в сторону превращения России в правовое государство, осуществление реформы государственного управления, это свидетельство того, что это был большой ум. Это был интеллект, который был и будет оставаться гордостью русского народа. Спасибо. Альфред, а понятно, что в истории ничто ни с чем не сравнивает. Хотя бывают ситуации исторические, вызывающие какие-то параллели. Вы участвовали в правительстве Гайдара. Вы сталкивались с этим сопротивлением исторического материала. Вам проще, чем нам понять, мог ли с этой реальностью считаться Столыпин, или он должен был идти вообще на пролом, потому что времени исторического мало, а он просил 20 лет, которые ему история не дала, и ясно было, что не даст. Это не ясно. Ну, я с Гайдаром работал мало, буквально несколько месяцев, но я работал с еще одним премьер-министром, Виктором Степановичем Черномырдиным, и вот с ним я работал достаточно долго, и поэтому у меня есть возможность сравнивать. И если говорить о совпадении, как говорится, в той или иной степени, то, мне кажется, Черномырдин в большей степени совпадает по биографии со Столыпиным, чем, например, Гайдар. Гайдар все-таки выходит совершенно из другого круга и так далее. А Черномырдин это был выходец из советского истеблишмента, так же, как Столыпин это выходец из дворянских аристократических кругов Российской империи. И, в принципе, вот превращение в реформатора людей такого рода, это вообще само по себе очень уникальное явление, которое, ну, дорогого стоит. В принципе, конечно, было давление и со стороны Думы, причем, как вы знаете, Дума была левая, так же, как и в случае со Столыпиным. И было, откровенно говоря, теперь тоже об этом уже можно говорить, неготовность Ельцина, особенно позднего Ельцина, к каким-то серьезным реформам. Вот. И Черномырдин тоже вынужден был сталкиваться с сопротивлением двора, с которым сталкивался и Столыпин. Вот. И поэтому мне, вот, чисто по-человечески, вот эта вот позиция Столыпина, она очень понятна. Но если говорить о самой фигуре Столыпина, то мне кажется, что... Я, конечно, не специалист по его деятельности, тем более не историк, но мне кажется, что трагедия Столыпина состоит в том, что он продолжал... Он как бы продолжил прерванные великие реформы Александра Второго. Но поскольку они были прерванные, он вынужден их проводить был в начале десятых годов, то есть с лагом, грубо говоря, в 30 лет. В этом и была заложена их неуспешность. Потому что они уже запаздывали за запросом времени, за... экономика ушла вперед, общество ушло вперед. В 81-м году крестьяне еще своих выкупных платежей не внесли. И тогда вопрос о том, что нужно ли изымать помещичную землю или не нужно, он был достаточно риторический. Потому что никто еще за свою землю не заплатил. Но в 86-м году крестьяне, которые за свою землю заплатили очень дорого, очень дорого, во всяком случае, они отдали деньги, они долго за них платили, с одной стороны, и помещики, которые получили свою землю бесплатно. И вот эта вот вопиющая несправедливость, она, конечно же, вопрос об изъятии помещичек земель ставила совершенно в другую полоску. Это вопрос об очередной, вопрос о том, что кто-то должен заплатить собой за историческое опоздание. Ирина, пожалуйста. Да, вот я все дожидаюсь, когда же наконец женщине дадут слово у нашей замечательной аудитории. А реформы Столыпина на женщин не распространялись? А образование, женское образование? Женское образование, что? Нет, мне не суждено сказать ни одного словечка. Я хотела бы все-таки начать с двух коротких комментариев по поводу заданных вами вопросов. Значит, почему фигура Столыпина так популярна, как вы говорите, сходятся разные лагеря? Я, честно говоря, тоже не вижу, чтобы все уж прям так сходились. И герой, он для одного вполне определенного лагеря. Значит, я очень прошу прощения, но это началось с русских фашистов Константина Родзоевского, да? У которых даже брошюр была. Петр Столыпин, первый русский фашист. И университет, который им был основан, имени Петра Столыпина. Это где было? В Харбине. В Харбине, да. А я не про это. Это как бы эксцесс, и он не несет за это ответственности никакой. Да, естественно. Да, но я хочу напомнить другого современника, который относился... Моцарта Бухенвайда играет. У Мишелька, родной. Да, а Гитлер не в ответе за Вагнера, да. И Вагнер за Гитлера. А я хочу напомнить Львань Калача Толстого. С его статьей «Не могу молчать». Вот где по поводу вот этого оголтелого государственного насилия, которое якобы было вызвано революционерами, все хорошо написано, да? И где Лев Николаевич Толстой, согласись, Миша, что Россия миру дала, если она еще что-то миру дала, она дала не государство, да, которое ужасное было здесь и будет, очевидно. Она дала великую русскую литературу. Давай прислушаемся голосу великой русской литературы, да? Где Лев Николаевич просто в прямую сказал, что два человека являются палачами земли русской. Это Петр Столыпин и Николай Романов. Теперь, значит, все-таки я хотела бы вернуться к теме, почему Столыпин стал символом. Вы знаете, конечно, ну, с одной стороны, совершенно объективно, это как бы последний реформаторский потенциал самодержавия. Ну, дальше тишина. А нам всем очень характерно мышление, как бы было бы, если бы бы, что быть могло, но стать не смогло. И с легкой руки Петра Бергардовича Струя, который, мне кажется, слегка подвинулся в эмиграции, на идею о том, что Столыпин там мог бы предотвратить Первую мировую войну, и вообще все мог бы предотвратить, совершенно безосновательная, на мой взгляд, идея. Вот этот образ, что если бы вот, простите, пожалуйста, жиды бы не убили, то вот, значит, и ангел бы на небесах запели. Тоже очень, мягко говоря, сомнительная идея. Я хочу присоединиться к тому, что сейчас говорил Арфейд Рейнгольдович. Да, вы почти дословно повторили слова одного американского исследователя о реформе Столыпина, который суть сформулировал, с его точки зрения, сформулировал двумя словами. Too little, too late. Слишком мало, слишком поздно. И, конечно, это даже не в 80-е годы надо было делать, а надо было делать на отмене крепостного права в 61-м году. Не сделали. Это очень наивные слова, Ирина Владимировна. Вот только не выиграю, не потому что, чтобы сказать, что сказать. Я хорошо понимаю, что сказал господин Кох, ровно потому, что, конечно, в 80-х и 90-х это можно было сделать безболезненнее. Значит, ни общество, ни крестьяне в 61-м году и близко к этому не были готовы. Где критерии готовности? Весьянская рекорда. Давайте уже кем ближе к столу и писать. Сама рекорда. Значит, что касается Льва Николаевича Толстого, вот я замечу вот что. Толстой здесь абсолютно не критерий. Ему бы лучше хорошо понимать, как пользоваться тем огромным влиянием, которое он имел на русское общество в начале 20-го века. И это совершенно не показатель. А что касается вот того, что было сказано, я хотел бы сделать следующую ремарку. Значит, к сожалению, вся пореформенная история у нас рассматривается под жестким прессингом народнической, затем шире вообще оппозиционной литературы, публицистики, которая без изъятия перешла в советское время. И поэтому у нас относительно дореволюционной истории действительно сплошная мифология. Революция, грубо говоря, произошла потому, что плохо жили. Революция произошла потому, что жили хорошо. Что значит хорошо, понимаете? Вот нельзя, в истории ничего не смиряется ни нулем, ни ста процентами. Ни нулем, ни ста процентами. Но жизненный уровень крестьян, предвоенную эпоху, медленно, вообще население медленно, но верно поднимался. Не было никакого голодного экспорта. Везде рост и огромный рост. Понимаете? А почему же все-таки так плохо кончилось? Нет, а что значит плохо кончилось? Вот, простите, значит, пока у нас идет разговор на уровне эмоций. Лев Толстой, значит, левый, правый, значит, прошу прощения, Ира, я закончу. Значит, 6,2 миллиона крестьян, крестьянских хозяйств, были вовлечены в Столыпинское землеустройство. Вдумайтесь, 6,2 миллиона хозяйств. Значит, из них там, вот, юридически все процедуры были завершены для 3,8 миллиона. Значит, освоена земля, 34 миллиона десятин. На самом деле там больше было. Получится 64 миллиона десятин, которые за 9 неполных лет из них 2 года войны. Это 700 тысяч квадратных километров. Это территория современной Франции, Бельгии, Швейцарии и Австрии, которая вся пройдена землемерами. И там миллионы семей начали новую жизнь. Это не показатель. Миша, после Гражданской войны община в деревне восстановилась. А что это доказывает? Это ничего не доказывает. Это ничего не доказывает. Знаете, когда я учился в школе, мы все сравнивали, то меня удивлял один, так сказать, такой вот пассаж. Все экономические показатели, достигнутые советской власти в Советском Союзе, сравнивали с 2013 годом. Меня это долго удивляло, пока я не начал заниматься историей, почему. Да, в некотором смысле это пиковый год, с точки зрения экономических показателей, в том числе и достижения тех результатов, в которые были заложены реформами Столыпина. В частности, и сельскохозяйственной реформой, и землевостроительством, и политической, и реформой местного самоуправления, и многими другими реформами, только зачатыми и нерожденными, к сожалению. Но все-таки какие-то отголоски получившими. Это разве не достижение? Это достижение. За премьерскую пятилетку это фантастические достижения. О них нужно и говорить. Когда Столыпин вместе с своими коллегами, и с Каковцем, в том числе и Кривошейным, вырабатывали свои реформы, они исходили из следующего. Они говорили, что нужно думать о разумных людях, а не о пьяных и слабых, о разумных и сильных. О тех, кто потенциально может работать на земле, о тех, кто может стать собственником, пусть и мелким собственником. И это, кстати, одна из форм борьбы с революцией. Это такая антитеррористическая, гуманистическая, экономическая модель устранения революционных настроений в массах. Поэтому он был нелюбим, поэтому он был нелюбим и правым флангом, потому что слишком, ну, в том традиционном смысле, потому что слишком много реформы, потому что, да, не было отчуждения земель. Был выкуп земель у помещиков, и это не нравилось другому флангу, значит, левому флангу, да, и поэтому, с одной стороны, замалчивание реформ, их подрыв, либо бюрократической системой, либо революционной пропагандой, поэтому ярлыки, поэтому мифология, Столыпинский галстук, в советские годы это Столыпинский вагон, хотя он был без решеток и с отапливаемой частью, они потом к двору и ехали. Нет, военные пылевые суды были, они приговоры выносили в 48 часов, а привозили в исполнение в 24. Правильно. Почему мы говорим, что Столыпинский галстук, это миф? Секундочку. Раны, мы были потом уже, когда мысли, что это не они. Страна разваливается, каждый день стреляют представители власти. Власть, что, должна утереться? Есть реальность, есть демонизация и мифологизация. Вот Столыпинский галстук, и все кажется в воронке. Дайте договорить, уважаемые эвстремисты и антиэкстремисты. Я считаю, что это такой же миф из ряда мифов из отечественной истории. Точно так же Столыпинские галстуки хорошо маркировают человека и его деятельность в условиях, когда он вынужден не по своей воле прийти премьер-министром в условиях террористической активности, революционной пропаганды и нести ответственность за государство. Да, жесткие меры, безусловно. Но давайте тогда судить и тех, кто расстреливал государство. Дело не в том, что они жесткие, а в том, что они создали почву для последующей гражданской войны. Что он был, дайте нам 20 лет покоя внутреннего и внешнего, хорошенькими средствами обеспечивается внутренний покой. Давайте поговорим все-таки о успехе-неуспехе реформ Петра Жигача Столыпина. А не будем считать, сколько повесили, сколько там. Да, ну конечно, когда считают. Нет, в отличие от Баренбеса, а можно я вас не перебиваю, никогда даже не согласен с вами? Сори, сори. Хоть вы и женщина, значит, смотри. Молчи. Значит, большая просьба. Действительно, с точки зрения экономического, успеха или неуспеха, вот идет дискуссия. Тут Лев Толстой, это, конечно, светило экономике, не спорю. Но более серьезным противником Петру Аркадьевичу достался Владимир Ильич Ленин, который изначально написал, и на эту статью всегда опираются, изначально передернул факты. Единственный факт, который он приводит, что в 1914 году снизился поток заявлений на выход и получение собственной... С десятого. Да, с десятого начало падать. Но он забывает написать, что в это время правительство упростило процедуру. То есть не надо было даже обращаться, достаточно акта. То есть то, что у нас происходило с приватизацией времена Гайдара, когда был указ, достаточно документов, любого документа. Сельеустройство и все, автомат. То есть оно продолжалось. И с точки зрения экономической, вы знаете, уникальность реформ, это единственная реформа, которая проводилась во время революции. Давайте называть свои вещи. Обычно говорится или революция, или реформа. А у нас реформы и проходили во время революции. Очень простая. Реформа Столыпина была построена на приватизацию. Давайте называть вещи. Это была общая европейская модель, когда действительно на первое место ставится, во-первых, землеустройство, сегодня цифры уже приводили, второй момент, по сути говоря, агротехническая революция. То есть, когда мы говорим община и ярость сторонники, что община сохраняла какие-то традиции, на самом деле, очень грамотно сказали, земля-то не размножается. К 1905 году община рождается новой-новой дети, и уже полоска становится настолько маленькой, что говорить о каких-то агротехнических способах, севообороте, вообще невозможно. То есть, уравнивались люди в нищете, и когда обвиняют его в разрушении общины, ну, не было другого способа. Вся Европа шла уже современными способами земельными. И последнее, очень говорят, что не удалась переселенческая политика, но это вообще полная чушь. Есть цифры, которые полностью характеризуют, что на самом деле поток за 2-3 года был больше, чем за предыдущие 10 лет. Возврат, конечно, люди у нас всегда приехали, попробовали, вернулись. Тоже был в полтора раза меньше, чем в предыдущие годы, не говоря, что гораздо было больше. Практически все крестьянство пошло в кооперацию. Я хочу правильную цитату привести, на самом деле он говорил о крепких и сильных, что ставку надо делать на крепких и сильных, а не на убогих и пьяных. Евгений Григорьевич, ясен, Ирину, вы можете поговорить. Я хочу сказать, что вот когда рассуждают о том, что была неудача этой реформы, и что он сам погиб, и так далее. Революция все равно произошла? Да, революция все равно произошла, я просто хочу... И через 4 года, извините, через 4 года после пикового года Российской империи. Я хочу дать внимание на следующий момент, что 1 августа 2014 года был исключительно важным переломом для России. С моей точки зрения, в этот день решилось последующее столетие и весь поворот России в противоположном направлении. И мы должны понимать, что исторический процесс так устроен. Есть позитивное явление и возможности развития при условии, что дальше будет не хуже. А если вы выбираете такой вариант политики, который на самом деле отдает первенство и все преимущества с идейной точки зрения лимакам, и людям, которые будут делать ставку на насилие, потому что это было чревато. А если вы рассматриваете процесс развития до этой развилки, то вы видите, что Россия развивалась в либерально-демократическом направлении. Значит, как там можно по-разному оценивать, так сказать, мотивы, какой был ужасный Столыпин, что он там зверствами занимался и пятерки там строил, расстреливал людей и так далее. Но нужно иметь в виду, что его призвал царь для того, чтобы утихоминить революцию. И он, как, так сказать, человек своего времени выполнял эту работу. А реформатор в процессе реформ должен меняться сам или нет? Ну, конечно. Менялся? Я помню Академика Немченова упрекали в том, что он стал поддерживать эту теорию оптимального планирования в экономике и так далее. Он говорит, ну, позвольте, я живой человек, я что-то новое узнал, я начинаю думать по-другому. Это признак того, что я не глупый человек. А Столыпин как менялся? Вот как менялся? От чего к чему он шел? Понятно, что его жизнь обрабатывалась. Я могу признать, что это короткий период, но тем не менее. Во-первых, приведите пример, кто 15 раз ходил в Думу, в которой его пытались осуществить, и они его, в конце концов, слушали. Второй момент. Человек, который не боялся корректировать. У него была большая поездка по Сибири. Вот как раз позапрошлым году было 100 лет с той инспекторской поездки. Он, извините, огромное пространство, я там был как раз в это время, мы на хороших машинах ехали долго-долго, а он, извините, на лошадях все это проехал. И причем везде принимал людей, общался, и потом корректировал реформу. Он же понимал, что недостатки всегда есть. И вот это как раз менялось, то есть менялась обратная связь была, как сейчас бы сказали бы. Я, конечно, сказал бы и другое, что вот когда мы говорим, что появилась у него собственная модель аграрной реформы, она откуда? Вы думаете, она была у него в 1904 году? Нет. Он тогда, когда занимался усмирением парламента и крестьянства и так далее, он одновременно думал. Тут, кстати, надо сказать, что вот во всех книжках отмечают странное сближение. Общину любили и левые, и правые, и либералы были не против. А лавчик открывается очень просто. Любили по одной простой причине. По неизжитому крепостническому мышлению. Потому что община была очень удобной формой контроля. Только левые мечтали, чтобы народом руководили социалистическая народолюбивая интеллигенция. Либералы, чтобы руководило земство. А правительство, чтобы земские начальники. И, кстати, я сейчас скажу страшную для историков КПСС вещь. Русская бюрократия конца 19-го, начала 20-го века вовсе не чужда была социализма. Конечно, не варианте Ленина и Маркса, а варианте Бисмарка, конечно. И вся аграрная... Поднимите руку, кто здесь историк КПСС? Я что-то никого не видел. Все мы немножко историки КПСС. Мы все из истории. Обратите внимание, что мы тщательно обходим стороной, например, усмирения Финляндии и вообще отношения к Столыпину. Скрывайте язву. Нет, я не буду скрывать язву. Я просто хочу сказать, что личность была очень многомерная. И, конечно, я согласна с тем, что очень много мифов. И вот в этой связи очень часто, в последние 10-15 лет, мы слышим разные рода рассуждения на тему о том, что реформатов в России всегда убивают. Вот Александра Второго убили. И Русского Убина убили. И Русского Убина убили. Убили. Ну, это очень часто слышится в нашем общественном пространстве. Убили-то не за реформы. Так или иначе, для нас реформы Столыпина закончились не тогда, когда его убили. Они у нас закончились в 1917 году. Правильно, они и закончились в 1917 году. Потому что, вопреки тому, что, извините, часто считается... Но если это правильно, дайте договориться. Значит, и мне кажется, что здесь нужно проанализировать. Вот, как мне кажется, Ленин, конечно, вместе с Троцким были большие, так сказать, мостаки осуществлять какие-то локальные перевороты в небольших городах. В то время, как армия на фронте воюет вместе с гвардией. Но, тем не менее, взять-то власть было легко, а удержать ее было трудно. А удержали они ее, потому что решили два главных вопроса. Они, во-первых, дали мир, а во-вторых, дали землю. И мне кажется, что если говорить о том, почему у Столыпина все закончилось так, как закончилось... Потому что, в конечном итоге, когда мы говорим не только о Столыпине, а вообще, так сказать, империи поздней, так сказать, десятых годов, да, мы говорим о том, что она не решила ни того, ни другого вопроса. Вот. Потому что перед Столыпиной, на самом деле, стояли два пути. Два сценария проведения, грубо говоря, реформ. Один сценарий состоял вот в этой реформе, которая требовала от него распущенная им в шестом году Дума, когда они говорили, отберите землю у помещиков и поделите ее между крестьянами. Вот. И вторая реформа, которую выбрал Столыпин, это оставить помещичьи землевладения, отменить общинное землевладение внутри крестьянских земель и вместо помещичьих земель отдать крестьянам земли в новых краях, в Сибири, в Средней Азии и так далее, и так далее. И отправить их туда. Там земли достаточно, и все желающие ее получат, и не будет такого накала вокруг вопроса о помещичьем землевладении. И помещичьем землевладении само, так сказать, рассосется, так как это вот у Чехова в Вишневом саде показано, рано или поздно они все свои земли продадут Лопахину, да. А Лопахин уже пустит их в капиталистический оборот, и все будет в порядке. Первый сценарий решал вопрос радикально. Второй требовал покоя, о чем и говорил Столыпин. Он требовал какого-то времени. Это была растянутая во времени реформа, которая должна была с некоторым лагом дать свой эффект. Поэтому главная задача государства, как мне представляется, в тот момент, когда оно выбрало этот сценарий, а другого, как я понимаю, царь и его окружение выбрать не могли. До смерти Столыпина, после смерти Столыпина, они должны были заложниками примата покоя. Они должны были все, что угодно делать, но обеспечить эти самые 20 лет покоя. Царь с этой задачей не справился. Он втравил Россию, так сказать, в войну, и тем самым обеспечил приход 17-го года. Таким образом... Поэтому мы празднуем юбилею Столыпина, а не юбилею Николаева. Потому что я сказал, мне кажется, если мы говорим, почему же все-таки случился 17-й год, то случился он не потому, что Столыпин не выбрал неправильный сценарий. Столыпин выбрал правильный сценарий. Но дальнейшие шаги, которые предопределил этот сценарий, были сделаны неверно, но сделаны уже не им. И я считаю, вот я согласен здесь с Евгением Григорьевичем, что ключевым моментом, приведшим к 17-му году, было 1 августа 14-го. Реформатор отвечает за реализацию реформ, а не за сохранение государства. И здесь нужно понимать, где чья вина и где чья ответственность. И, конечно же, Столыпинские реформы в значительной мере осуществились, но частично они не достигли своей цели. Да, может быть, даже и в ключевой, в ключевой своей задачи создание государства, в котором частный собственник, крепкий хозяйственник в аграрной стране обладал бы, был бы хорошо вооружен с точки зрения аграрного инвентаря, инструментария, чтобы он был образован. Потому что в образование очень большие инвестиции вкладывались государством. Это действительно были деньги, и это и высшее образование, это и народное образование, это и повышение квалификации. И это все было очень умно. Когда ты это читаешь, когда ты знакомишься с логикой этих реформ, ты видишь, какие тонкие взаимосвязи и умные разводки были предусмотрены очень небольшим количеством реформаторов. В действительности единомышленников-то было очень немного. Противников и оппонентов было достаточно. И, конечно, для Столыпина государство являлась форма сохранения нации. И в этом отношении он чувствовал свою личную ответственность как премьер-министр за стабильное развитие государства российского. За то, чтобы вот эти 20 лет дали возможность, да, может быть, жесткими мерами кратковременного замерения страны, дать возможность дальше реализовывать свои реформы. Я хотела бы согласиться с тем, что было сказано здесь про 2014 год. Да, конечно, если бы не Первая мировая война, большевики бы никогда не пришли к власти. Но я хотела бы подчеркнуть, что все-таки, на мой взгляд, вот одна из главных проскоченных развилок все-таки лежит в 1861 годе. То есть редакционные комиссии обсуждали вопрос, делать ли крестьянина собственником земли или общину. И они понимали опасность вот этого общинного землевладения. И все-таки они сохранили общину. В 1861 году были эти 50-60 лет, а в 1906 году, да, опоздали. Тогда за что же врага эти Столыпина, которые жестко обеспечивали себе короткий исторический период? Хотя бы есть ориентир теперь. Мы знаем, что это можно делать. Михаил. Великие реформы общину дали как первоначально. Только, ради бога, давайте мы не будем уходить в 60-е годы, давайте к Столыпину ближе. Но весь вопрос в том, нет, это как раз все в тему. Александр Второй указал выход из общины. Община имела власть над крестьянами ровно такую, какую имели феодалы в среднем, западном средневековье. Александр Анатольевич, знаете, мы еще, есть еще один объективный показатель успешности и эффективности реформ Столыпина. Это рост населения в те годы. Для России это очень важно. Именно благодаря тому, что эти люди родились в 900-х годах, после того, как прошла гражданская война, когда были репрессии в советское время, именно эти люди и занимались коллективизацией, индустриализацией страны. И войну выиграли. И войну выиграли. Это поколение, ну, скажем, уже потом дальше немножко. И второй момент. Мы об этом тоже еще не говорили. Вы знаете, несмотря на всю ту жесткость, которая присутствует в решении, в реализации реформы, в усмирении, уникальным человеком, потому что я не знаю другого такого нравственного реформатора. Потому что реформа подразумевает все-таки элемент безнравственности. Всегда надо немножко обманывать людей, потому что обещаешь им одно, а знаешь, что на самом деле будет другое. Петр Аркадьевич никогда не обманывался, да, прямо откровенно говорил. Я не хочу там цитировать некоторые вещи. То есть, ну, человек, который знал, что его в конце концов убьют. Он знал, что его ждет. Более того, человек, который при всей своей фактурности был глубоко больным человеком. Это тоже надо знать, что он вынужден был последние годы, уже преодолеваясь внутренней болезни, заниматься реформой. Представляете, насколько, как тяжело нашим современным реформаторам, ну, там, Гайдару и так далее, когда их со всех сторон и так далее, и так далее. А представьте, там еще хуже ситуация была. Там вообще ни на кого было опереться. И слева, и справа, и царь, который должен был бы ему помогать, а он бы не помогал, а чаще всего мешал. И в этом плане уникальность именно личности. Может, поэтому к нему есть общечеловеческое отношение. То есть, понимаешь, что человек делал реформы не ради блага, а ради страны своей. Вы, говорит, обратите внимание, что Столопин проводил реформы в не самое хорошее время, в неспокойное время. Там революция, так сказать, в начале его реформ была и так далее, и так далее. Я хочу сказать, что реформы всегда проводятся в очень плохое время. В хорошее время никто никаких реформ не делает. И это мы на нашей ближайшей истории, так сказать, очень хорошо убедились. Когда реформатор принимает решение о том, идет он на эту позицию, трагическую заведомо, или не идет. Он взвешивает для самого себя, возможно или невозможно в данных, истории и обстоятельствах реализовать поставленную задачу. Или это просто он зашел на крест, тогда это религиозная история, а не политическая. Такое тоже возможно. Но когда он оценивает ситуацию, он должен проанализировать, вот состояние крестьян, вот состояние дворянства, вот состояние монархии. И можно ли с дворянством, крестьянством что-то решить, если ты не реформируешь монархию в том виде, в каком она есть. Или это не его обязанность, он просто идет, как идет, а реализация... Мы сейчас переходим в плоскость сослагательного наклонения. История о Софии вместо истории. Но тем не менее, вопрос очень важный и интересный. Поэтому здесь можно было бы, уйдя в это абсолютно безответственное поле рассуждения, я могу предположить, что он мог объединиться с Государственной Думой, и, может быть, его ждала бы удача на этом пути. Просто, понимаете, при характере Николая Второго, какая удача? Николай Второй органически не выносил людей, которые были сильнее его. Я думаю, все присутствующие, таких людей знают. Надо же, конечно же. Да. Он, Витта, терпел до поры и избавился от него. То же самое. Он тоже самое. Он же, по-моему, попрощаться с раненым столом не пришел. Да, да. Александр Третий, вот знаете, как Витта хорошо написал о его отце? Александр Третий был простой человек, но он был царь. Понимаете? Николай Второй был не очень простой человек, но он не был царем. Он тоже много хорошего сделал, Александр Третий. Понимаете? Значит, царь. Я только один, что я бы вступился в данном случае за Государь по поводу того, что он не пришел прощаться. Вы знаете, вот Александр Второй, вместо того, чтобы послушать совета и уйти с места теракта, пошел ухаживать за раненым. Лучше бы он ушел. Это просто конкретный случай. Да, прошу вас. Значит, я себе представил такую ситуацию, что Столыпин сделал все те дела, которые, так сказать, были связаны с разгоном Государственной Думы, там, этими казнями, там и так далее. И ничего бы мы не знали про Столыпинскую реформу. Мы бы сегодня сидели здесь? Нет. Потому что это было главное дело, и не просто главное, а такое, которое давало выход из положения. Значит, реформаторы очень редко садятся за большие фолианты и пишут, как вот это связать с этим, это с этим. Они видят выход и начинают делать. Хотел бы сказать, что я здесь согласен. Мы бы здесь не собирались бы, если бы не было предмета для обсуждения. С моей точки зрения, успешность реформ, в частности, землеустроительных, аграрных, была связана только с тем, что эта реформа была справедлива. Она была справедлива изначально и к земельным собственникам, помещикам, у которых выкупали земли, и к крестьянам, которые получали эти земли, и к пресечению возможных спекулятивных сделок, поскольку крестьяне, получая поддержку через крестьянский банк, могли заложить его только там же в банке. То есть, опять же, повторяю, я просто был потрясен, когда я читал и знакомился с этими реформами, и с разводками, и с тонкими механизмами настройки этих реформ, насколько все было продумано. Разводкой в старом хорошем смысле. В хорошем смысле, да. Нет, разведением, разводкой, в электротехническом смысле, да. А вот у меня, кстати, мысль родилась с этим. Вот с учетом того, что из двух вариантов аграрной реформы был выбран самый трудный, самый чувствительный к любым социальным волнениям, к любым, так сказать, изменениям внешней среды и так далее, и так далее. А такого охранения этой реформы и сохранения этого покоя, так сказать, никто не придерживался? Не был ли в этом смысле объективно, если сейчас уже, глядите, с 21 века, вообще Столыпин обречен? Это, мне кажется, ошибочный взгляд, понимаете, это всегда вот апостериори. Дело в том, что Столыпин не отвечает за Первую Балканскую войну, за Вторую Балканскую войну. Уверяю вас, что если бы Первая мировая война началась бы хотя бы в 15-м году, не говоря о 16-м, то ее итог был бы абсолютно иным. А если бы она закончилась в 16-м? Никакого, значит, никакой революции, понимаете, но человечество повисло на крючке у Габриила Принципа. Да, Габриила Принципа, тот, что убил Эрзерского Фердинанда. Это я понимаю, можно было не обвинить мобилизацией. Тогда главная причина гибели Российской империи Багров нет. Дело в том, что Столыпин потерял бы... Даже если бы он остался, если бы он был... Столыпин потерял бы Принципа уже в 11-м году. То есть он был убит в момент, когда его отставка была реально предрешена. А Григорий Ефимович Распутин, как известно, увидит слово в Киеве в праздниках, закричал, что Петр Петр, за тобой смерть идет. А Григорий Ефимович даром ничего не кричал, да? Более того, весьма распространен стереотип, по которому гибель Столыпина означала гибель реформы. Ничего подобного. Именно с 12-го года начинается новый и мощный подъем землеустройства. Вывод тогда? Война. Кривошейн. Вот связан с действием Кривошейна. Причина революции 17-го года, конечно, неудачная, проигрываемая война, которая по определению деморализует нацию. Я вынужден, поскольку время у нас вышло, но не реформируя ему по определению, я одно скажу, вот не начинайте войны. Когда идут реформы, как минимум, дайте мирным путем людям самим обустроить свою судьбу, к чему, собственно говоря, призывал Столыпин. Я думаю, что помимо всего прочего, и надеюсь, что Ирина в этом случае согласится, там есть обаяние масштабной личности и человек, который идет, понимая, что вполне возможно за это заплатит и репутацией, и жизнью, но берет ответственность на себя и вместе с этой ответственностью связывает любовь к отечеству. Мне кажется, это невероятный урок, к которому, может быть, все, независимо от отношения к реформам Столыпина, и тянутся. Спасибо вам за этот разговор, со зрителем увидимся в понедельник на канале Культура. Спасибо.